Всем привет! С вами Вася из Нью-Йорка. Сегодня мы с вами приготовим ленивые роллы. По-другому это больше выглядит как бутерброд, только вместо хлеба водоросли. Возьмем рис, уже отваренный, огурчик, семга вон в филе посоленная кусочками. Берем такой листик нори. Какой стороной вверх мне абсолютно плевать, потому что мы их закатывать не будем. Делаем вот такой разрез, мысленно делим на 4 части и укладываем то, что есть в холодильнике. Вот у меня был рис отварной, огурчик и семга. И еще соус был диетический, бескалорийный. Рис у меня вчерашний, поэтому он ведет себя вот так страшненько. И вы уж меня простите, я не профессиональный повар, я простой любитель, который потом все это съест. Я никакие курсы не заканчивал, готовлю для себя. Заодно показываю вам рецепты. Укладывайте красиво, постарайтесь кухню не испачкать, как это делаю я, потому что у меня иногда такое получается. Аккуратно кладете риса, сколько вот вам надо, столько и кладите. На видео я дико хочу жрать, так что простите меня, пожалуйста, за то, что у меня всю коряу получается. В общем, все это аккуратно кладете. Если был бы авокадо, можно было бы авокадо положить, но я как-то уже его переел, что ли. В общем, рецепт наипростейший. Делать просто буквально несколько минут. Если вы изначально просто рис уже приготовите, вот как у меня он был уже, остался от предыдущей еды. Я там курицу запекал в духовке. Кстати, курица была амишей. Прикольная довольно-таки. И все, аккуратно. Теперь огурец, хоть топором его рубите, кушать я буду сам, поэтому на красоту особо не заморачиваюсь. Азиатскую кухню я очень люблю. И очень интересное сочетание. Вот этот огурчик был такой ароматный, прям домашний как будто. Очень нравится сочетание рыбы, риса, соевого соуса и свежего огурчика. Но я как-то делал в Магнитогорске роллы даже с колбасой. Вы знаете, обалденно получается. Надо мной еще прикалывались, что вместо нори надо было взять тесто. И тогда вот роллы по-русски получится. Аккуратно только, ради бога, делайте это все. Потому что я аккуратно не режу, а вы режьте аккуратно. Я уже столько раз проблемы с этим схватывал. Короче, все, что плохо лежало, я потом доел. Все, что неровно порезано было, я тоже потом доел. Что не влезло в ролл. Я огурца положил в два раза больше, потому что огурец я, в принципе, люблю. А вот этот очень вкусный оказался. Если, повторяю, есть у вас авокадо, положите авокадо. Вот видите, на второй квадрате кладем огурец. Соус я положу только на рис потом. Огурец вот так аккуратненько. В середине у нас там надрез есть, напоминаю. Теперь семгу. Но я кусок такой какой-то большой взял. Я его поэтому немножко расщепил. Тоже будьте аккуратны. Я когда готовлю, у меня там пол кухни потом отмывать надо. Делаю я это все руками, без перчаток, потому что кушать буду тоже и я. В принципе, такого кусочка семги мне хватило. И вот этого бутерброда, чтобы перекусить, тоже хватило. Все, и потом туда я тоже положил огурец. Потому что огурец я люблю положить туда, что хотите. Хоть опилки, если вы их едите. Так и в принципе, мы же готовим, если для себя, то кладем любимые продукты. Я вообще не притержусь никаких стандартных правил, жестких каких-то. Не нравится мне авокадо, не кладу я его в ролл авокадо. Я уже как-то переел. Но первое время в Америке я авокадо ел прям каждый день постоянно. Он спелый авокадо по консистенции как крем. Обалденный ореховый такой привкус. Так, еще я схомячил огурчик. Вот, соус. Я нашел такой соус, это не реклама. Вот этой фирмы они без калорий полностью. Но, разумеется, по вкусу заметно, что там что-то не то. Но, когда ты понимаешь, что в этом соусе 0 калорий, вот мне, если честно, просто интересно, а как его могли сделать так, чтобы в соусе было 0 калорий? Но получилось. И вот этот соус, он отдаленно напоминает горчицу с майонезом. Реально вкусно. И немножко привкус меда такой, маринад. Сегодня я в нем спаржу буду готовить. Тоже, может, видео сниму, не знаю. Аккуратно, пожалуйста, намажьте. Потому что у меня после моей готовки пол кухни просто как после бомбежки продуктами. Я стараюсь вроде готовлю аккуратно, но почему-то мука на носу, там на ушах майонез чуть ли не практически. Как это я делаю, не знаю. Я когда в Монетогорске готовил, у меня даже собака вся в муке бегала. У меня тоже нос был в муке. Все, и аккуратно теперь сворачиваем. Ну, как правило, нос чешется, руки в еде, я нос чешу. Вот он в муке и становится, если я готовлюсь с мукой. Все, аккуратно сворачиваем. Стараемся хотя бы аккуратно это делать, чтобы на вид аккуратно, чтобы до рта успеть донести, пока все это на вид не развалилось. Все, шмяк, шмяк, тыщ-пы-тыщ, и все готово. По-моему, легко, просто и вкусно. У меня же слюнки сейчас потекли. Вот, и соус тут я потом полил соевым соусом. Можете макать, можете не макать. Вон, пальцы уже в соусе. И в водорослях, короче. Такие дела. И вы знаете, я настолько сильно хотел есть, что у меня аж руки тряслись. Серьезно, у меня такое с детства бывает. В общем, так и живем.